Добрый день! Здравствуйте, друзья! Всем привет! Всем привет! Всем доброго! 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 Доброго времени суток! У нас уже давненько не было всяких разных обзоров и так далее. Просто дядя Лёша давно себе не покупал никакой техники. Вот. Да. Но, в принципе, недавно у меня возникла необходимость в покупке смарт-часов. Вот. Про которые я вам сейчас буду рассказывать. Это не руководство покупки ни в коем случае. Это просто моё мнение. Это даже не обзор. То есть это не обзор. Не ждите от меня там каких-то не знаю, полных данных об этих часах. То есть я вам вкратце расскажу, покажу, расскажу свои впечатления. Сегодня мы с вами смотрим часики, которые называются Xiaomi Mi Watch. Вот. Это часы для китайского рынка. То есть глобальной версии этих часов нет. И её не будет. То есть сначала была надежда на то, что эти часы выходят в Китае, а потом китайцы типа запиливают глобалку. То есть все ждали этого и кто-то купил себе такие часы в надежде на то, что они потом будут русифицироваться и всё будет на нашем как бы языке, на котором мы говорим. Да. В общем, так говоря, для европейского, для европейского рынка. То есть там русский, украинский и так далее. Но нет, к сожалению, глобальной версии не будет. Это, я думаю, что точная информация, потому что уже вторая версия готовится в таких часов таких. Ну а я себе взял первую версию и сейчас вам расскажу почему. Ну, во-первых, я вообще не фанат, небольшой фанат, скажем так, часов, да, каких-то вообще любых. То есть у меня был какой-то фитнес-браслет от фирмы Xiaomi и также был фитнес-браслет от фирмы Huawei. Вот на этом, в принципе, история моих каких-то гаджетов, носимых на руках, заканчивается. То есть где-то лет пять назад, наверное, может года четыре, у меня были часы Samsung, GRS, они мне очень нравились, но как-то раз у меня просто выпали из ремешка, это уже отдельная история, и потерялись где-то под Чукуевым, там, где я снимал свадьбу. В один момент я вот так просто смотрю на руку, а ремешок, а внутри дырка от публика, я такой смотрю с умным видом на свою руку. Посмотрел время. В общем-то говоря, мне в принципе особо не нужны были смарт-часы, потому что я не фанат там мерить давление, какой-то там пульс и так далее именно часами, да. У меня есть тонометр, этим я и меряю давление. Но, в общем-то говоря, у меня возникла необходимость в них, потому что телефон у меня Samsung Galaxy Fold первого поколения. и, честно сказать, мне ужалко куда-то, куда-то мне ужалко, смотрите, какой залапанный ужас какой. Мне ужалко куда-то брать с собой на какие-то активные мероприятия, то есть, например, на катание на велосипеде я ездил без телефона, иногда это было очень печально, потому что я, например, катался с папой, и папа где-то терялся, и я не мог ему дозвониться, потому что у меня просто телефон не было с собой, и как-то его там искали. Короче, не то чтобы он терялся, он просто уезжал далеко, он не очень любит кататься на велосипеде, и всех обгоняет вечно, его потом хрен найдешь. Вот, и, в общем-то говоря, перед поездкой на море после своего дня рождения я задумался о покупке каких-либо часов с E-SIM-карточкой, то есть, часы с электронной SIM-картой это уже, в принципе, реальность. Например, у меня Samsung Galaxy Fold, вот этот вот, он поддерживает стандарт E-SIM, то есть, здесь обычная SIM-карта вставляется, а также E-SIM-карта, то есть, электронная SIM-карта прошивается, и я сюда прошил электронную SIM-карту от Life, то есть, это без проблем вообще получилось. За 10 минут я купил себе номер, прошил его туда и был доволен. Тут меня осенило, почему бы не взять себе часы с E-SIM и, фактически, например, если мне нужно куда-то поехать гулять, я могу за 5 минут туда активировать этот номер, который я купил, перекинуть, скажем так, то есть, физически не вынимая SIM-ку, да, то есть, просто проведя определенную манипуляцию. Я подумал купить себе часы, соответственно, конечно же, Samsung, потому что у меня в принципе, очень в последнее время телефоны Samsung все время были вот, и я начал смотреть уже какие-то варианты часов от Samsung. Мне, кстати, не очень нравятся круглые часы, потому что мне как-то более информативно, когда дисплей прямоугольный, да. И, в общем, я нашел даже уже часы, которые мне понравились, хотел купить их, но потом почему-то узнал, что их никак не подключить, просто никак не подключить к нашим операторам по eSIM, то есть, они не поддерживают часы. То есть, ты можешь спокойно там в Live подключить eSIM на телефон, в киевстаре можешь подключить eSIM на телефон, в МТС, да, Водофон можешь подключить eSIM на телефон, но на часы у них такой опции нет, то есть, операторы говорят, извините, пока еще не завезли и ждем Apple Watch, ты не можешь, я так полагаю, тоже подключить, то есть, что-то они там для этого делают, но когда это появится, никто не знает. И, фактически, я реально звонил в оператор, оператору Live, и они такие, да, да, вот у нас единственные часы, которые поддерживаются, это Xiaomi Mi Watch. Я такой, чего, блин, почему именно эти? Такие, типа, ну, мы не знаем. Короче, вот. На сайте реально заявлена поддержка этих часов, вот. Я полез в интернет, думаю, ну, отлично, ладно, куплю все Xiaomi, в принципе, у меня Xiaomi фирма нравится, у меня ноутбук фирмы Xiaomi, такая, знаете, Apple на минималочках, за хорошие деньги, да. Вот. Я думал, что есть глобальная версия, но раз уже наши операторы поддерживают эти часы, то думаю, ну, наверняка же есть глобалка. Нет, глобальной версии не было, и эти часы, фактически, они на китайском и на английском языке, то есть раньше они были просто на китайском, это было ужасно, потому что надо было или учить китайский, или как-то переводить там с помощью переводчика. А сейчас снова прошивкой вышло английское как бы обновление, то есть здесь теперь появился английский язык, это значительно облегчило пользование ими. И, фактически, я себе взял эти часы только потому, что их можно реально подключить к оператору Live в Украине. И, по сути, я их и подключил к этому оператору. Давайте немножко посмотрим коробочку. Вот такая вот коробочка, симпатичная, очень похожа, кстати, на Apple Watch, но и сами часы реально очень похожи на Apple Watch. Странно. Да нет, конечно, Xiaomi уже давно копирует гаджеты от Apple, конечно же. Вот, давайте посмотрим характеристики. Видите, здесь всё на китайском, то есть здесь реально даже на английском ничего такого нет. То есть здесь процессор Snapdragon 3100. Это, ну, старый достаточно уже процессор, то есть там, позапрошлогодний, если я не ошибаюсь, есть им карта. Вот как видите здесь, да, система, здесь, кстати, VROS, то есть это система от Google, скажем так, но она всё равно на китайском. Здесь есть, в общем-то говоря, опция, как водонепроницаемость, то есть в них можно нырять даже там на глубину до, по-моему, 5 метров, то есть не сильно глубоко, но дайвингом я не занимаюсь, поэтому мне это вполне устраивает. Я уже сразу скажу, что я в них плавал, в речке плавал, на море. Ну, естественно, мыть руки спокойно, можно у них и душ принимать тоже без проблем. для бега. Тут тоже есть датчики, типа там сердечный ритм, там всякое такое, то есть здесь нет измерения кислорода в крови, здесь нет кардиограммы, то есть этого всего здесь нет. Здесь есть NFC, то есть NFC ты можешь использовать, но оплата здесь не работает, то есть ты не можешь подвязать сюда Google Pay, например, или что-то еще такое. Здесь есть Alipay, которого у нас, естественно, в Украине нет. Вот поэтому NFC здесь, ну, фактически, если не бесполезная вещь, то, по крайней мере, может быть, кто-то сможет его там привязать к какому-нибудь действию, например, какую-то метку взять, да, NFC сканируешь метку, часы, например, уходят в спящий режим или что-то в этом роде. То есть реально можно это использовать как-то хотя бы, но по назначению, то есть для оплаты этого использовать нельзя. Очень жаль, потому что я бы, конечно, был бы очень рад, я бы, конечно, был очень рад оплачивать этими часами покупки, потому что иногда ты куда-то идешь в магазин и по итогу в магазине тебе надо все равно тащить телефон, например, да, так ты можешь там выскочить в трениках, да, с часами и оплатить там какие-нибудь покупки свои, да. Ну зачем там обычно в трениках с часами ходить за хлебом, за салом, вот и, по-моему, самолет полетел. В общем-то говоря, в коробке особо ничего интересного не было, только часы и зарядка и все. фактически, но что еще нужно, да. Давайте рассмотрим немножко их, скажем так, элементы управления, да. Здесь есть вот такое колесико-крутилка, как на Apple Watch. У меня, кстати, никогда не было Apple Watch, поэтому я особо не смогу сравнивать или что-то там рассказывать. Вот это вот, это микрофончик, то есть если вам звонят на часы, то есть у меня спокойно, могу телефон оставлять дома, мне люди звонят иногда на часы. Выглядит, конечно, это немножко смешно, когда ты разговариваешь по часам, но, тем не менее, где-то в велосипедной поездке или когда ты в бассейне плаваешь, тебя всегда смогут найти, дозвониться до тебя и так далее. Вот, а такое вот отверстие под микрофон, это кнопочка, на которую можно вешать разные действия, то есть эта кнопка программированная, программируется туда. Я, например, запрограммировал туда музыкальный плеер. Это отверстие динамика, то есть здесь, опять же, динамик есть, соответственно, и слышно собеседника, но в шумных местах вы никого, ничего не услышите, то есть он слабенький, понятное дело. И, фактически, ну, единственный вариант разговаривать, если вы в тихом месте где-то находитесь, либо же, если у вас где-то есть наушники с собой Bluetooth, то есть вы спокойно можете подключить Bluetooth наушники непосредственно к этим часам и общаться уже полноценно, то есть у вас собеседник будет хорошо слышать. Здесь система VROS, то есть это система от Google. система, которая уже достаточно старая, которая уже, в принципе, зарекомендовала себя в часах, но не так, чтобы сильно хорошо. То есть, в принципе, живут часы около двух дней. Если подключать всё на свете, то есть у вас включены будут все датчики, которые здесь есть, они у вас проживут, наверное, часов 8-10. То есть вам даже на день особо не хватит. На день пользования, да. Например, я в 8 часов утра просыпался, одевал их, и они у меня где-то часов в 6 вечера уже разряжались полностью в ноль. Потому что у меня был там активирован, например, постоянный подсчёт сердечного ритма, постоянно какие-то там датчики были, считали что-то там и так далее. Как только я отключил лишнее, то что мне не надо, то есть зачем мне, чтобы всё время часы мерили мой сердечный ритм, а я его отключил там, например, какие-то тоже вещи можно отключить, типа Wi-Fi и так далее. То есть Wi-Fi на часах, наверное, вряд ли нужен, хотя он здесь есть, вы можете пользоваться ими как полноценным телефоном, но как бы учитывая то, что у вас очень маленький экран, да. Вот. А часы фактически разблокируются по нажатию колёсика на колёсико, либо по нажатию на кнопочку, либо по двойному тапу по ним рукой. Ну и же классический вариант, когда вы их поднимаете на запястье, да. Вот. Здесь один, по-моему, гигабайт, если не ошибаюсь, памяти постоянной, то есть вы можете сюда закинуть какие-то песни, музыку и так далее. Самое интересное, что, по сути, здесь стоит модифицированный Android для часов, то есть это значит, что сюда теоретически можно установить какие-то приложения даже с Android. То есть, в принципе, на FBDA тема есть по этим часам, и я поставил сюда даже некоторые приложения Play Market, а здесь нет. Я пробовал его поставить, но он у меня не установился сюда. Из того, что у меня сюда хорошо установилось это приложение Black Note, то есть реально можно его запустить и что-то записать даже, ну как бы в блокноте, да, на часах. Вот. И это приложение, это приложение Player, то есть это на самом деле не Player, а, скажем так, файловый менеджер. Ну вот я его повесил как раз на вот эту вот кнопочку. Этот файловый менеджер очень крутой, потому что здесь можно, здесь можно полазить по вашей файловой системе, посмотреть даже какие-то картинки, если вы любите посмотреть картинки на часах, записать туда, закинуть какое-то аудио. То есть я сюда закину несколько альбомов, там, музыкальных, того, что я обычно слушаю на тренировках. Вот. И это Host Boss, кстати. И, в принципе, можно вот таким образом нехитрым слушать с них даже музыку. То есть я просто к ним подключаю наушники и еду куда-то на велосипеде, например, слушаю. И при этом мне не обязательно брать с собой телефон. То есть в этом отношении всё очень даже круто. Всё очень даже мне нравится. Вот. Значит, что здесь ещё также есть GPS. То есть в этих часах есть GPS. Они не определяют даже местоположение. Вот. Единственный был затык, потому что они сразу не определили у меня местоположение. То есть надо было в телефоне выставить опцию, чтобы GPS в этом приложении работал всегда. И тогда они у меня определили уже. То есть оно определяет температуру воздуха. Оно определяет как бы... Смотрите, вот уровень, видите температуру воздуха, который сейчас... Цирконы почему-то определяются сейчас. Вот. Сейчас они потеряли локацию, потому что я в помещении сижу. Они плохо ловят в помещении, честно сказать. Когда выходишь на улицу, всё как бы лучше. Качество воздуха показывают, ну, что-то вроде того. То есть, как бы, в принципе, какие-то моменты. Вот. Календарик, например, какой-то. Да. То есть можно вывести. Но это всё на самом деле ерунда. То есть этим всем я особо на часах не пользуюсь. То есть чем я здесь пользуюсь? Это как раз тем, что они водонепроницаемые. То есть мне удобно с ними плавать. Мне удобно с ними там кататься на лодке. Я не переживаю, что при этом мой телефон там упадёт за борт, намокнет и так далее. То есть, кроме того, на них мне всегда могут позвонить. То есть если я куда-то заплыл там хрен знает куда, там заехал, залетел и так далее. Мне смогут дозвониться именно на часы. То есть, опять же, не обязательно брать с собой телефон. Например, там на катание, на лыжах, на плавание. Там на какие-нибудь активности, в которых я бы мог его повредить. Ну, конечно, они считают шаги. То есть вот, постоянно их ношу сейчас. Они считают, вот сегодня прошёл три с половиной тысячи шагов. Это немного, скажу так, для сегодняшнего дня. То есть они, в принципе, там считают калории. Что ещё хотел сказать? Удобно иногда за рулём, когда едешь. Кто-то тебе звонит, и ты на часах смотришь сразу, кто это звонит. Не надо доставать телефон, можешь сразу на часах ответить. Либо же, наоборот, там нажать, типа, перезвоню позже. То есть, есть такая опция. Вот быстрое меню. То есть, если свайпнуть вот так. Здесь, конечно, всё на свайпах сделано. То есть, ну, я думаю, как и в любых часах, да. Здесь быстрое меню находится. Тут можно, как бы, некоторые опции выбирать. То есть, опция не беспокоить. Опция режим самолёта в полёте. Это включает Bluetooth, Wi-Fi и так далее. Опция экономия батареи. То есть, она тогда оставляет только часы. И это было, кстати, полезно, когда я ехал в поезде. То есть, у меня особо часы там, ну, как бы, GPS, ничего этого не нужно было. Я просто эту опцию оставил. Из этой опции они могут жить где-то около недели. То есть, реально это удобно. Фонарик. Прикольная вещь. Кстати, вот такая вот. То есть, реально иногда достаточно ярко может посветить. Вот где-то, если вы что-то там уронили вечером и так далее. Вот. Значит, что ещё? Вот эта вот опция, когда вы, например, спите в часах и не хотите что-то наклацать. И вот тогда нажимаете и у вас, как бы, блокируется экран. То есть, вы его можете разблокировать только длительным нажатием на вот эту вот кнопочку. Значит, значит, что ещё? Что ещё? Что ещё? Вот меню. Всё на английском, как видите. Но, опять же, есть какие-то пункты на китайском. То есть, скажем так, не всё идеально. Например, когда мы заходим в приложение Погоду, нажимаем, нажимаем на него. Видите, выдаёт что-то китайское вообще непонятно, например. То есть, они, как бы, скажем так, их перевели. Но самые какие-то там самые опции, которые только самые необходимые. Опять же, все приложения, которые здесь есть, они установлены, а не на китайском. То есть, запустим даже тот же какой-то маркет. Вот он, то есть, это магазин с приложениями. И если его запустить... Давайте он... Он не запускается, подожди. Нет, это, наверное, не он. Где же он? Вот этот может быть. А, вот же магазин, точно же. Вот App Store. То есть, здесь, типа, есть свой родной App Store приложений, то есть магазинчик. И в этом магазине есть какие-то приложения, видите. Но даже ты не понимаешь, что это вообще. То есть, они все на китайском. Я пробовал найти какой-то музыкальный плеер, и у меня это не получилось. То есть, я скачал там два или три плеера, и они все не хотели воспроизводить музыку. То есть, я... Ну, конечно, никакого там YouTube Music, Google Music, вот этого всего нет. Я попробовал установить YouTube сюда. Он не стал сюда. Там Spotify тоже все это не установилось. Браузер тоже не получилось сюда установить. Ну, по сути, здесь фактически кастрированный Android такой обрезанный. И что-то сюда можно, в принципе, еще поставить. Вот. Но не факт, что это будет работать. И не факт, что это работать будет здраво, скажем так. В основном, вот какие-то приложения, которые ты сюда ставишь, они как бы работают криво. То есть, единственное приложение, которое у меня нормально работает, это блокнот и вот этот вот файловый менеджер. Да. Вот. Но, опять же, то, зачем я их брал, я, в принципе, доволен. Потому что мне нужны были просто часы, с помощью которых мне можно было позвонить. Вот. И взять их с собой в какую-то, какую-то ситуацию. Там, где телефон, я взять с собой не могу. То есть, например, когда я был на море. Вот. Я их брал с собой на пляж. Телефон оставлял в номере. И я в них купался спокойно в морской воде. Они отлично себя показали. То есть, единственное, что потом надо было их просто смывать пресной водой, когда выходил. Вот. Значит, плавал в них, купался, загорал. То есть, в принципе, отлично. И у меня был как раз контакт с моими родственниками, там, с родственниками, с клиентами и так далее. То есть, мне люди дозванивались. То есть, опять же, я, например, настроил передрисацию своего номера на этот номер, который сюда я подключил. И по итогу получилось, что если у меня даже кто-то звонил, я трубку не брал на основном телефоне. То есть, тогда потом на часы приходит сообщение, что вам звонили и номер звонящего. То есть, я тогда понимал, что мне кто-то звонил, у меня от кого-то пропущенный вызов. Либо же, если мне нужно было конкретно быть на связи, то есть, я просто основной свой номер, телефон выключал. И у меня тогда полностью шла передрисация. То есть, при выключенном телефоне передрисация шла на эту сим-карту, которая была вот здесь. И, в принципе, как бы, опять же, то есть, задача этих часов для меня на 100% оказалась выполненной. То есть, оставаться на связи в любой какой-то ситуации. Вот, в принципе, вся задача. Конечно, здесь можно поменять циферблат, как тебе нравится. То есть, просто берешь вот так вот и листаешь. Есть какие-то циферблаты стандартные, есть циферблаты, которые можно там скачать, например, да. Вот, в принципе, как-то вот так вот. Ну, и часы сами определяют, на руке они или нет. То есть, здесь вот, видите, такой есть зелененький датчик. То есть, если их прислонить на руку, они об этом, соответственно, узнают. И они будут там, ну, замерять. Если вы активируете опцию, там, замера давления и так далее, там, не давление, точнее сердечного ритма, они будут его мерить, там, активность вашу, там, считывать и так далее. Если вы их просто положили, на них можно настроить, что если вы просто их куда-то положили, там, на тумбочку, то у них включается режим, скажем так, минимальной активности. То есть, они экономят батарею, то есть, часы понимают, что раз вы их положили, они вам, значит, особо сейчас не нужны. И, значит, вы где-то у вас в руках телефон, скорее всего, и вы где-то дома, наверное, да. Поэтому они, как бы, экономят энергию, ну, и, естественно, как бы, вам не мешают, то есть, не будет вас там звонками и так далее, и так далее, и так далее. Вот, в принципе, дизайн, ну, скажем так, это Apple Watch, да, на минималках. Вот, единственное, за чего я их брал, из-за того, что работает, если на них реально работает, его можно настроить и подключить в Украине. Вот, от LiveSell до 100%, потому что, вот, давайте я вам покажу, давайте я вам покажу, то есть, вот, настроечки, connectivity, это всякие разные там подключения, да. И вот, смотрите, что здесь, Bluetooth, Wi-Fi, мобильная сеть, вот, и NFC, то есть, вот, мобильную сеть мы выбираем, включена наша мобильная сеть. Здесь, здесь и также есть 4G, то есть, можно лазить даже, ну, теоретически, да, где-то в каких-то сервисах онлайн, да, быть. Статус сим-карты, вот, то есть, вот, пожалуйста, вам там все в порядке, все круто, вот, все супер, то есть, связь, в принципе, нормальная, сигнал показывает хороший. Когда они у вас присоединены к телефону, опять же, с помощью Bluetooth, на них выводятся всякие разные уведомления, которые приходят вам на телефон. Вот, когда они у вас автономно от телефона, соответственно, уже вы можете только, разве что, звонить с встроенной сим-картой, конечно, тогда вы не сможете читать уведомления, которые к вам на телефон приходят. Ну, это логично для любых часов. В принципе, мне нравится. Вот, симпатичный, хороший материал, кстати, материал это алюминий, вот, то есть, это металл, корпус из металла, и, если не ошибаюсь, вот эта штука, вот эта, она керамическая, вот. Магнитная зарядка, достаточно удобная, заряжаются где-то 2-3 часа, то есть, в принципе, не быстро, но они медленно, вот. Вот, обычно я заряжаю их где-то раз в 2 дня вечером, то есть, вот, например, сегодня второй день, когда я с ними хожу, а у них 44% еще осталось, вот. И, соответственно, сейчас у нас, видите, сколько времени? 4 часа 15 минут, то есть, они спокойно у меня доживут до вечера, и вечером я их поставлю на зарядку. То есть, на 2 дня их хватает, но, опять же, с учетом того, что я подключал здесь ненужные мне датчики. Вот, наверное, все. Спасибо за просмотр. Повторяюсь, это был не обзор, потому что, ну, глупо, наверное, делать обзор часов, которые вышли, там, год назад, или сколько они там, выше назад. Но, тем не менее, вот, я считаю, что часики достойные. Они были бы, ну, просто безумно крутые, если бы они были, фактически, европейская какой-то версия, да, то есть, русифицированная. Вот, то есть, если бы можно было там, было бы какой-то маркет, с которого можно было бы ставить наши, на нашем языке, да, приложения и так далее, и так далее. Но, опять же, здесь очень много китайского языка, очень много китайщины. Но, в принципе, это не критично. Всем, кто понимает английский язык, этого вполне будет достаточно, опять же, смотря для чего вы берете эти часы. То есть, однозначно, если у вас iPhone, берите Apple Watch, не заморачивайтесь, то есть, как бы, вот. Если у вас есть Samsung, опять же, если у вас не стоит цель звонить с этих часов, непосредственно именно с часов, то, опять же, тогда я вам рекомендую взять или Samsung, или Apple Watch, да, потому что реально это лучшие часы, которые можно купить. Это часы от Samsung и часы от Apple Watch. Я считаю, что VROS это днище, ну, как бы, не то, что прям сильно, но она очень отстала от системы Tizen, той же, например, которая в Samsung, да, и так далее. То есть, у них и автономность получше, и всё, как бы, русифицировано, и всё, как бы, чётенько, ничего не глючит, не лагает, всё классно. Вот, но, опять же, то есть, я брал именно чётко эту модель, именно потому, что её можно законнектить на eSIM-карту, на электронную симку. Если вы вдруг живёте в Украине, у вас есть какие-то другие часы, которые можно подключить к LiveCell, вот, и вы это делали, то расскажите, что это за часы, как вы это сделали, как вы их подключили. Потому что, насколько я знаю, часы Samsung, часы Apple пока что нереально подключить к eSIM именно в Украине, ну, вот, по крайней мере, так мне сказал оператор от LiveCell. Ну, как-то так. Спасибо вам за просмотр и всем хорошего дня, всем пока! Спасибо тебе за просмотр! Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok